3 июля в сквере у памятника Нужину Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов. Преподаватели поздравили выпускников и пожелали дальнейших успехов. В конце торжественного мероприятия студенты сделали общую фотографию и поблагодарили преподавателей. 3 июля в информационном агентстве Татаринфорум на татарском языке прошла пресс-конференция, посвященная приему абитуриентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. О сроках проведения приемной кампании и плане приема и вступительных испытаниях рассказали сотрудники Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, доцент Резидазайни и заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Васил Гарьфуллин. В этом году все заявления на поступление будут приниматься в дистанционном формате. Заявления на поступление необходимо подать на официальном сайте КФУ до 3 августа. В остальном же правила приема остаются прежними. Для поступления на журфак заявлению необходимо приложить результат к ЕГЭ по русскому языку, литературе и, конечно же, необходимо пройти творческие испытания, которые также пройдут в дистанционном формате. Исследователи КФУ выявили новый способ идентификации генов, определяющих функционирование теломер. Это ДНК структуры клетки, которая обуславливает продолжительность ее жизни. Данная разработка поможет прогнозировать развитие болезней, связанных с процессом старения. Патентная разработка вошла в рейтинг 100 лучших изобретений, составленный Роспатентом. В данный момент ученые продолжают работу и находятся на этапе каталогизации знаний. Субтитры создавал DimaTorzok